Во всех регионах страны официально дан старт прививочной кампании против гриппа и ОРВИ. По этому поводу в четверг в Твери состоялась пресс-конференция. Что надо знать тверичанам о вакцине против гриппа и ОРВИ и кому стоит сделать ее в первую очередь, расскажем далее. Наступила осень, а это значит, что стартовали учебные, театральные, танцевальные сезоны, а еще и вакцинальные. Но чтобы ни один из них не был испорчен серьезно, надо подойти к последнему. В этом году планируется привить более 45% населения региона. Заставлять, конечно, никого не будут, но стоит заранее позаботиться о своем здоровье, особенно тем, кто в группе риска. Это дети, которые проходят обучение в общеобразовательных учреждениях, так и высшего образования. Это лица пожилого возраста, старше 65, лица, страдающие хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, левочной системой, метаболичными заболеваниями, лица призывного возраста и так называемые категории профессиональных рисков. Это те профессии, чья деятельность связана с повышенным риском заболеваемости гриппом. Это прежде всего медицинские работники, работники общеобразовательных учреждений, работники транспорта и коммунальных систем. Специалисты напоминают, насморк, кашель и температура – не просто повод взять больничный или не пойти в школу. Грипп – недуг серьезный. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на планете от него умирают до 650 тысяч человек. Один укол раз в год значительно повышает шанс не заболеть. Но сделать это надо до холодов и вспышек вирусных инфекций, советуют специалисты. Прививка позволяет защитить организм от тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаются в предстоящем эпидемическом сезоне. Это традиционно грипп А и грипп Б. Вакцина, которую мы используем для вакцинации отечественного производства, она содержит все актуальные компоненты, которые позволяют сформировать эффективный иммунитет. Вакцинировать тверичан будут отечественным препаратом, он абсолютно безопасен, подчеркнули на пресс-конференции. Уровень производства вакцин, в том числе российских, позволяет их сделать безопасными как для детей, так и для взрослых, и для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе иммунодефицитными состояниями. Не нужно пугаться последствий от вакцинации. Если у человека после прививки возникло кратковременное недомогание, повышение небольшой температуры до 37 градусов, это не страшно, это не осложнение после вакцинации. Это нормальная реакция организма на введение вакцины. В Тверской области уже поступила первая партия вакцины. Имеется 240 тысяч доз. 55 тысяч из них предназначены для вакцинации детского населения. Они уже распределены по всем медицинским организациям Верхневолжья.